Привет! Сегодня 30 июля. На прошлой неделе мы всем составом получили канадские визы. Они нам жгут карман, и мы по этому поводу решили их проверить действие. Поэтому сейчас мы начинаем движение в сторону канадской границы. Особых планов у нас пока что нету. Решили просто доехать до Ванкувера и посмотреть, что там да как. Движемся той же самой командой, Кирюха, Сашка и я, на всё том же красном пятигрузере. Начинаем движение. Вот здесь 405-й хайвэй пересекается пятёркой, по которой мы и поедем в Канаду. Вот мы здесь выходим на пятёрку. Спитлимит для машин здесь 70 миль в час. Для грузовиков 60. Так что едем быстро с ветерком. Мы подъезжаем к границе. Она где-то вот совсем-совсем вот впереди. Вот уже виден канадский кленовый лист, который выращен цветами на газоне. Только что проехали знак, который предупреждает, что все последующие знаки будут в километрах в час, а не в милях в час. А вот, собственно, очередь. И контрольно-пропускной пункт. Будем сейчас его проезжать. Вот такое вот футуристическое здание на границе находится. Канадский флаг. И множество пропускных пунктов с пограничниками. И вот мы благополучно прошли границу. И въезжаем в Бритиш-Коламбия, Канада. И въезжаем в тоннель. Выезжаем из туннеля. До Ванкувера отсюда, наверное, где-то километров сорок. Едем по Ванкуверу. Впереди непонятно что, но что-то красивое. Живое такое дерево. Вот такого размера деревья тут растут. А вон такое же дерево, но не в виде пня, а в виде живого дерева. Что это за дерево, мы не знаем, но судя по листьям, это очень похоже на каштаны. Это Ванкувер-Харбор. Он выходит в океан. По нему ходят катера и видны большие корабли. На дальнем плане местные горы. А вот здесь мы можем увидеть Лайонс-Гейт. Местная достопримечательность. Если все будет хорошо, мы до него тоже доберемся. Вот мы пришли к одной из местных достопримечательностей. Это статуя, которая находится вот здесь вот прямо перед нами, на камне. Ещё одна достопримечательность. Это носовая фигура с японского корабля. Воссозданная. Не оригинал. А ещё тут летают вот такие вот самолёты. Причём летает их очень много. Может быть, это какие-то регулярные местные рейсы. Не знаю. Вот Лайонс-Гейт с немножко более близкой позиции. Видно, что он очень похож на Голден-Гейт, только зелёного цвета. Интересно будет потом сравнить длину, потому что мне кажется, что, в общем, по длине они примерно сопоставимы. Ещё видно, что по нему медленно-медленно едут машины. Похоже, там пробка. Вот Лайонс-Гейт. Совсем. С близкой позиции. Вот такие водоросли тут растут рядом с берегом. А там вот океан. Открытое море. А вот на границе воды стоит птица. А вот она уже подлетела немножко. Что за птица, не знаю. Но большая и красивая. Панорама окрестностей. В море стоят большие корабли. Наверное, в карантине. или ждут, когда их пустят в порт. Это другой берег. Залива. А вот на берег вышел енот, который ищет чего бы там съесть. Переворачивает камни в надежде чего-нибудь там слопать. Ну вот чего-то, судя по тому, что чего-то жует, видимо, что-то нашел. вот такое вот смешное животное. вот на камнях сидят. О, выдры, похоже. Они поймали камбалу, не уверен, что это видно в камере и пошли ее есть. Похоже, у них там происходит недопонимание, кто должен съесть эту камбалу. Ну все, они ушли в щель, и там их уже не видно. А это, может быть, магия. А это Сайва Шрок. Согласно индийской легенде, в нее превратили некого персонажа за его альтруизм. Вот возникает вопрос, зачем проявлять альтруизм, если тебя после этого превратят в скалу? Мы проголодались и зашли покушать. Вот мы уже практически закончили. Кирюха взял пасту, Сашка взял какие-то Бенджамин. Да, Бенджамин Зэкз. Не очень понятно, что это. Крянется Бенджамин. Нет, подожди, там по-моему нет. Вот. То, что я взял, я уже съел. Но там тоже были яйца, картошка и бекон. Вот. Так что сейчас мы закончим трапезу и пойдем дальше. Мы сейчас находимся совсем рядом с Лайонс Бриджем. Вот между деревьями видна его зеленая стойка. Вот вид на Лайонс Гейт Бридж сверху. Как мы видим, там есть пешеходные дорожки. И сейчас мы попробуем туда спуститься и пройти по самому мосту. Еще один очень красивый вид. А вот еще один енот. вид с моста Лайонс Гейт Бридж. Видно, что он достаточно узкий, всего три полосы. Голлен Гейт шире. С самого моста открывается очень красивый вид. А еще тут трясет, потому что машины ездят. Голлен Гейт Вот так. Вот так выглядит Лансгейт Бридж снизу. Можно оценить массивность конструкции. Чёрная-чёрная белка. Ну давай, скажи что-нибудь. Биалка! Она ждёт, пока мы ей еды дадим. Да мы ей не дадим еды. Да ну, Белка, скучно с тобой. Изобрази хоть что-нибудь. Всё, да, убежала. А вот так выглядит проезд по мосту Лансгейт Бридж. Здесь три полосы с реверсивным движением. Сейчас видно, что в нашу сторону идёт одна полоса, а нам навстречу идёт две полосы. В зависимости от нагрузки, трафика, это соотношение может меняться. А это вот очень редкие канадские гуси, записанные в Красную Книгу. Но из-за того, что они записаны в Красную Книгу, они тут расплодились до такой степени, что стали уже почти национальным бедствием. Зато их никто не трогает. И они плодятся просто как кролики. Местная парковка для яхт. Совсем рядом с даунтауном Ванкувера. Вот когда вырасту, выучусь, куплю себе такую уже. Может быть. И буду ходить по морям, океанам, ловить рыбу и предаваться разным прочим увеселением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Нам повезло быть свидетелями какого-то фестиваля. Деталей мы, к сожалению, не знаем. Но со стороны выглядит очень весело и громко. Это ворота в старый город. Пойдем мы посмотрим, что там такое. Это вокзал, судя по надписи. Большой и старый. Рядом с ним соседствуют небоскребы. Так вот выглядит улица, по которой мы идем. В конце опять-таки небоскреб. Самое удивительное, что у него на крыше растут деревья. Это угол Кордова-стрит и Аббат-стрит. И тут тоже есть непонятное здание, на крыше которого растут деревья. Еще одна улица Ванкувера. Стеклянное здание, в котором отражаются соседние здания. Сашка, перешли улицу на красный свет, а Кирилл, как хороший гражданин... Перешел улицу на зеленый свет. А вот взлетает гидроплан. Ну вот он взлетел. Погуляли мы по Ванкуверу и вот собрались уже домой. Потому что устали и потому что поздно. Это мы пытаемся выехать на 99-й хайвей, который плавно переходит в 5-й хайвей и который привезет нас домой. А вот так выглядит граница между Америкой и Канадой, когда подъезжаешь с канадской стороны. Все закрыто. Да. Ну не все. Все-таки есть. Крутые. Надо сказать, что... Да. Очередь, наверное, будет все-таки поменьше, чем в Канаде. Ты не знаешь? Ё-моё. Ты уверен? В 11 вечера того же дня мы вернулись в исходную точку. День был насыщенным. Впечатлений много. Но теперь пора спать. Спокойной ночи и до новых радостных встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.